ну что же сегодня нас ждет перепайка вот эти хохоряшки радио мастер это на потом но прежде всего два вот этих пакета сейчас откроем и посмотрим почему потому что основная проблема у нас была с паяльником что-то с ним не так чего-то не хватает ну а перепаивать мы будем передатчик управления на этом малыше как он устроен я даже не представляю здесь все как на ладони с одной стороны но придется его разобрать про вот эти хохоряшки которые лежат в этой коробке я уже рассказывал видео про распаковку тут у нас много и поймет чего много замечательных вещей и самая основная это вот она вот и это как раз мы и будем паять передатчик бета и в пиви или просто передатчик а передатчик управления елс на 915 мегагерц его мы и оставляем а кому интересно все остальное что здесь находится можете посмотреть видос который я снял ранее и рассказал где для чего и почему я заказал именно это и вот это но прежде чем вскрыть две эти посылки в поисках паяльника хотелось бы выпить кофе и напомнить вам о том что парапланерную тематику и тематику наших путешествий я вынес наконец в отдельные видео каналы больные небом и точилины пуг где продолжают выходить видосы если вам интересно парапланерная тематика и тематика путешествий наших путешествий то можете заглянуть и туда и подписаться на них для того чтобы не пропускать видосы которые выходят по соответствующим темам а я приветствую вас на канале русского сумасшедшего пилота и сегодня наконец мы сделаем точнее я сделаю это под вашим чутким контролем то есть я я припаяю эту платку к этому коптеру поехали ну и начнем мы конечно же с открытия вот этих пакетов какой первый даже не знаю но для этого нам понадобится нож пойдет в принципе нормальный нож как раз для открывания таких пакетов поехали до распродажа на алиэкспрессе и это страшная вещь которая вынуждает покупать массу ненужных вещей но это только между нами хотя местами нужных и местами очень недорого да когда идет распродажа все по 180 все по 90 ну по 90 то вообще говно прямо скажем но по 180 тоже можно что-то найти какое-то вот хренатушечка мультифункционер тестер не то садов тайп си болезни то это просто хороший кабель hdmi ну надеюсь hdmi на меня жлимой хорошка для камеры пригодится тоже не по бейс он юзер непонятно еще один кабель ок кому-то в подарок рапид чач интересно интересно но это тоже не то вот memory card меня интересовали тоже то есть как бы были возможности заказать дешевые sd micro sd карты которые в принципе ну реально дешевая до 180 рублей цена для карты на 64 гигабайта заявленная скорость при этом очень хорошая high speed high performance ничего не вижу без очков уже блин ю мою ладно это одна из немногих короче я вам потом ее покажу я заказывал их по моему даже две и разных производителей и за за одну потом протестирую и покажу вам стоит ли покупать дешевые карты а вот это вот вообще непонятная вещь какая-то мэйдинчина ну медичина мэйдинчина мэйдинчина понятно ну коробка очень красивая надо вскрыть главное не подписанная какие-то кабеля на беля вспомнил эта коробка для диска то есть сюда можно положить обычный sata диск ssd или обычный жесткий диск и получится коробка которая по usb 3.0 сможет подключаться к вашему компу вещь в хозяйстве полезная и за такие смешные деньги как бы грех было ее не купить ну а как она будет работать тоже если интересно могу рассказать позже короче хозяйстве пригодится кстати кабель очень хороший прям чувствуется такой вес ну ладно что же будем надеяться что паяльник у нас в нужном точнее во втором пакете не попал первый и и а нахрена нам вот это чудо это что такое хозяйстве как говорится все пригодится на же . какие пользоваться я еще не знаю но говорят то мало ли типа вот так гидрить колотить работает ладно и вот оно вот оно наше чудо которое заказано специально под эту процедуру будут еще какие-то пакетики шмурки теки тоже и еще и еще даже какая-то штуковина тоже хозяйство куча полезная кстати добротные штуки вот нужно было снять как-то колечки где-то стопорные и вот задолбался а тут увидел ну блин ну грех не купить такие смешные деньги и кстати вот чувствуется прямо ухо-хо съемник стопорных колец почти даром супер досмотреть и до конца уже чтобы не волноваться что все пришло не пришло о чудесно а вот это вот вещь прямо в хозяйстве любого компьютерщика прям очень необходимое на нее можно установить платки м2 внутренние диски так сказать и запихать все это дело в ком для того чтобы повысить производительность вашей дисковой подсистемы для того чтобы монтировать видосы в том числе короче ладно значит из того что нам необходимо это сама плата бета и в пиве и раз 915 мегагерц напоминаю паяльник выглядит неплохо ну там собственно говоря коптер который нужно будет частично разобрать так паяльник а чего у него есть ухты кривое жало или она немножко изогнута или мне кажется все шевелится кнопочки кнопочки нажимаются посмотрим очки это уже опция для старперов ну что же есть тут у меня одна розетка рядом или цифры цифры 350 процесс пошел паяльник греется блин быстро греется вообще для того чтобы нам все это провернуть потребуется еще кое-какие вещи и я достал их из кладовки из своих старых запасов канифолечка флюс то есть для того чтобы паять нам нужен флюс в первую очередь но и припой точнее наверно припой в первую а в канифоль во вторую вот такая вот замечательная подставочка у меня старых запасов тоже вот так вот раз воткнул а тут можно разводить всякую дяку и собственно говоря сам плюс он бывает разный маленький большой какой-то остался тоже паек а для того чтобы разобрать коптер нам потребуется нам потребуется нам что-то потребуется и на самом деле это должны быть отвертки и не простые где-то была у меня вот такая хрень которую тоже заказывал на олежке в свое время набор отверток xiaomi у которого здесь 138 предметов ну или сколько там короче много всякие разные и я думаю мы подберем то что нам необходимо для того чтобы раскрутить этот дрон вопрос в том хватит ли нам усилия для того чтобы открутить все эти болты этой нежной отверткой хотя вроде как она металлическая блин алиэкспресс это великая вещь вот столько вот барахла ненужного а потом раз в хозяйстве пригодилась вот такой набор биток и у нас получается звездочка это у меня перепутаны они немножко вроде как но это звездочка точно вижу по ней потому что на дроне чеки тоже все эти штучки звездочки звездочки как-то свободненько хотелось бы поплотнее до звездочек много может быть такое подберем получше на дроне есть вот такие штучки дрючки то есть их можно убрать это держатель аккумуляторов и они на текущий момент нам только мешают mount под камеру мы снимаем в первую очередь он достаточно гибкий вот алексей напечатал для меня его специально то есть и он такой чинь чинь отогнулся пошел процесс а там сука гайки вот пассатижики тоже не помешают лучше танкогубцы какие-нибудь а потом ведь все это придется собирать добычь не бывает учу потерял отвертку бля ищу ее весь стол осмотрел она торчит здесь вот как можно потерять отвертку когда торчит у тебя прямо перед носом да в принципе крутится надо делать это осторожно дабы не повредить платы которые уже установлены у нас на коптере опа вот алексей молодец собрал такую стыковину может быть я не с того конечно начинаю но мне кажется все равно как ни крути эту штуку пришлось бы снимать нет откручивается все нормально процесс идет вообще такие дроны наверное есть смысл собирать с фиксирующей смазкой так ну вот тут у нас стало видно уже немножечко больше то есть здесь собственно говоря сам летный контроллер система управления моторами внизу плата управления моторами и вот у нас платы передатчиков какие-то из них какая-то из них по антенам будем смотреть короче тут у нас значит короче блин платы все видать уже плата летного контроллера плата управления двигателями плата где-то тут должна быть плата передатчика плата gps вот антенка у нас а лолипоп в принципе антенна нам не мешает с паяльником паяльник про него забыл паяльник вот так вот еще разогрелся канифоль это практически смола сосны или чего-то такого да то есть кого там наверное ну пахнет очень приятно короче когда ухты вот тут тогда вопрос к знающим специалистам надо ли при сборке использовать фиксирующую смазку потому что при разборке я чувствую что она не используется но учитывая вибрации которые присутствуют на этих дронах возможно она будет совсем не лишней ну это так рассуждение посмотрим тоненькая ручка но на самом деле отвертка достойная крепкая поэтому если чё оставлю вам ссылочки все на и эти хохоряшки внизу в описании к этому видео и вы сможете посмотреть и заказать себе при необходимости хотя все это можно купить у нас в магазинах соответствующей направленности вот мы и добрались до самого интересного и самого вкусного собственно говоря тут уже все как на ладони но не все понятно где что хер поймет давайте посмотрим как выглядит самоплата и тогда уже по разъемам попробуем определить где что вот такая маленькая штучечка практически малепусечка у нее в комплекте идет антенна но антенна это не на 915 мегагерц а судя по всему по тому что короткие такие вот полуволновые направляющие или сами антенки то есть это на 2 и 4 гигагерца и я кстати писану читал в описании что там комплекте идет антенна на 2 и 4 гигагерца немножко не то что нам нужно tbs танго вот это вот вот это вот микросхемочка и вот этот разъемчик но это не точно все-таки кажется мне что вот это вот антенна с лолипоп отвечает у нас непосредственно да конечно елки саша до антенна с лолипоп отвечает у нас немножко за другие вещи это за передачу видео сигнала а именно передай управление вот у нас задняя антенна читает туплю сижу вообще вот же она и вот я снял камеру и нашел в конечном итоге этот передатчик вот он нельзя делать камера так может просто оторваться да то есть я протупил значит снял камеру и увидел передатчик вот танго tbs crossfire вот он это непосредственно передатчик на управление и антенна вот на управление тоже видите да то есть это 915 мегагерц это антенна у у нас 2 и 4 гигагерца то есть она короче существенно все разобрались где чего находится осталось только все это дело каким-то образом припаять для того чтобы нам все это припаять здесь три провода . и здесь у нас тоже все это дело имеется такое упакованную вот стяжечку 4 провода чтобы не заморачиваться мы можем эти провода также и перепаять надо главное видеть что мы паяем очень все мелко ну прежде чем все это делать надо снять термо стяжку термоусадку такая у нас маленькая платка и тут она такая же маленькая фактически один в один и чтобы нам ее снять надо ее раздеть нужно снять термоусадочную трубку которая в которую она запихана и запаяна для этого нам нужно какие-нибудь шипчики бокорезы либо острый острый нож за этим я сейчас схожу ну вот такие вещи тоже в хозяйстве могут пригодиться поэтому они у меня есть надо сказать что это тонкая кропотливая работа сделано все очень добротно надо делать это очень осторожно чтобы случайно не повредить не повредить детали которые находятся непосредственно на самой платье иначе она придет в негодность ну и пинцет вам в помощь тоже может оказаться совершенно не лишним кажется кажется получается кажется я ее вскрыл практически уже полностью ну не полностью ну так большую часть есть да во всей этой процедуре снятие термоусадочной хренатушки было самым проблематичным ну это было оправданно наверное при изготовлении теперь самое интересное все это дело распаять и перепаять и не убить старую плату тут у нас есть разъемчик антенны то есть мы его просто снимаем наверняка просто ну или не очень просто yes такая вот антенна она у нас встанет вот сюда вот в это вот местечко вот тут маленькая такая пипочка как бы мне все это не ухань дохать провода имеют определенный цвет и ни хрена не подписаны что ли кто знает распиновку проводов ну черный понятно красный тоже а вот синий и зеленый то есть здесь по буковкам у нас получается T это трансфер R это что-то такое V это напряжение G это ground земля короче для выполнения таких мелких работ если вы не обладаете отличным зрением конечно лучше иметь какие-то большие приспособления для этого типа линзы на крепление или чего-нибудь такое и если заниматься этим дальше я думаю есть смысл такое приобрести черный и красный понятно куда а вот синий и зеленый немножко сложнее поэтому сейчас мы пойдем немножко другим путем и просто найдем эту плату в продаже посмотрим где у нас TX а где RX снаружи и снутри чтобы четко понять где какие элементы у нас и за что они отвечают паяльник у нас еще не остыл это радует потому что он включен и при этом он не перегревается жало разогрето до 350 градусов типа кстати я не пробовал давайте попробуем отлично припой как бы отлично припаивает TBS Crossfire Nano судя по размеру это скорее всего Nano и есть а это да Beta FPV у меня тоже Nano и Crossfire TBS Tango TBS тоже Nano значит мы его и ищем приемник приемник есть и сразу у нас находятся тут все необходимые картиночки в интернете кстати а я что-то вот подумал наверняка у них что там на ELRS что на Tango TBS наверно точно так же и просто последовательно перепаиваем черный туда черный, красный зеленый и фиолетовый вернее сиреневый сиреневенюсенький бляха нашлась отличная картинка как я и говорил черный красный да все и Channel Out 1 и Channel Out 2 Channel Out 3 Channel Out 4 что-то много много всего ну видимо это уже лишнее и это уже нас не касается а ну вот пишут Channel 1 это TX а Channel 2 это RX то есть TX внутри а RX снаружи а у нас короче все проще да то есть паяем один к одному то есть они по размеру даже абсолютно идентичные эти платки вот держалочка бы тоже не помешала какая-нибудь чтобы сейчас зажать эту платку и нормально ее паять тисочки есть у меня тисочки тадам нашел и тисочки бляха не знаю даже если у вас да конечно зажимчики были бы удобней зажимчики были бы удобней там тиски ну чё поехали запомнили синий зеленый красный черный ну с красным и черным тут не ошибиться а синий зеленый нас интересует синий с краешку был первая есть вторая есть третья есть сука ура все дырочки конечно запаяны но для того чтобы дырочки распаять я думаю есть технологии более продвинутые какие-то какие-то отсосы наверное я подаю плохой пример то есть пытаясь тут зажимать в тиски такие нежные тонкие вещи потому что повредить их как два пальца об асфальт вот с другой стороны начинать паять так без разницы да самое интересное теперь одно дело все это дело развалить другое дело все это дело паять вообще на самом деле вот флюс лучше использовать жидкий как это жидкий да то есть канифоль разводится в спиртовом растворе и кисточкой наносится на плату у меня сейчас этого всего нету то есть поэтому попробуем да нет не попал чтоб паяльник хорошо паял у него жало должно быть заточено и зачищено иначе ничего не увидит так вот типа пролудить не пролудили но заканифолили а теперь делаем так так на меня да да вроде припаялась красавчик О, так, где-то у меня была светилочка еще дополнительная. Не хватает свету, пожалуй, надо как-то это дело подсветить, чтобы было лучше видно. О, вижу, и черный вроде припаялся, теперь зеленый у нас следующий. Зеленый все-таки не дотягивается немножечко, чуть-чуть покажите, как бы его поближе сюда пододвинуть. Так, маленечко. И остается фигулетовый. Первые три точно хорошо, а последний тоже держится. Что-то не нравится мне, как последний РПМ. Эх, стол. Ну вот. И последний, по-моему, норма. Если у вас есть большая лупа после этого, надо все это дело проверить и осмотреть. Точно синий был снаружи? Посмотреть видосы предыдущие, как было снято. Короче, склероз он не искореним, но, по большому счету, все. Пайку мы завершили. И на вид, в принципе, достаточно надежно. Можно, конечно, все это дело промыть тоже там спиртосодержащим жидкостям каким-нибудь для того, чтобы убрать остатки старого флюса. Но я, наверное, это делать не буду. Теперь осталось только все это дело упаковать по новой. А, надо подключить антенну. О! О! Гениально! Термоусадки-то! А термоусадки-то идут прямо в комплекте, оказывается, в бета-FPV. Я вначале не заметил, а потом смотрю, здесь целых две штуки их лежит. Одну я срезал, а вот вторая, оказывается. Да, сейчас мы ее оденем, может быть. Может быть, натянем, натянем сейчас. Вот так это запихивается. И после этого нужно одеть антенну. Таким образом все это защищается, чтобы у нас не случилось беды. Антенку нам нужно попасть вот в эту маленькую дырочку. Просто берем, просто берем и пытаемся вставить. Все это такое нежное, маленькое, тоненькое блехо. Ну как это так? По-моему попал. Не точно. Любишь кататься? Люби, блин, и катайся. Вот теперь точно попал до характерного хруста. И теперь есть возможность надеть вот эту рубашку. Короче, нужна оптика. Какая-нибудь большая линза, под которой все это можно рассматривать. Это прям необходимые вещи. Да, и паяльник можно выключать. Паяльник отработал себя на все сто. Можно так сказать. Платочку танго, нано, обратно запихиваем в пакетик. И скоро я передам ее ее законному владельцу. Осталось только термоусадку затермоусадить. А для этого нужен какой-то термический фен. Вот если бы был фен, опять же, если бы, да кабы. А можно ли вот такую штуковину использовать как фен? По-моему, получилось. Вполне себе затермоусадилась термоусадочка. В принципе, должно даже все держаться. Ладно, собираем. Ну и отлично. Он получается там, где должен быть. И, в принципе, ничему не мешает. Как-то так. Щелочка под батарейку. Все, везде воткнулось куда надо. А вот болтики разной длины. Это, конечно, нюанс. И где какой был? Сейчас нет поймет. Короткий, наверное. Ну что же. Дело за малым. Осталось установить обратно маунт. Кстати, маунт выполнен таким пластиком, который как резина. Такой полупрорезиненный, что ли. То есть он, наверное, будет держать камеру достаточно хорошо. Сейчас заодно и посмотрим, как оно сюда встает. Эх. 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 О. Вот так вот. Раз. И все. У нас гоупрошка прямо здесь. Гопра. Гопра. Красота. Скоро должны подойти эндофильтрики, поэтому летать можно будет намного более красиво. Ну и видео про эндофильтрики, я думаю, запилить отдельно. И для этого пригласить специалиста, который хорошо разбирается в этом нюансе. И сможет рассказать, для чего, как их лучше использовать на гоупрошках. Какие плюсы и минусы они дают. Поэтому подписывайтесь на канал. Я надеюсь, он не откажется поучаствовать в таком небольшом челлендже. Ну а я докручиваю оставшиеся болты. Вот. Остается совсем у нас немножко. То есть, докрутить оставшиеся пару болтов. Прикрутить пару гаечек. Как хорошо. Поскрипывает. Эх. И самое сложное. Ну или не самое сложное. На самом деле, что уже. Все самое сложное позади у нас. Тут поможет нам пинцет. Было бы мне пальцы использовать под это дело. По-моему, наживилось. Точно. Ах. Не сильно ли туго я ее затягиваю. Хотя, по-моему, норм. Все. Маунт на месте. Коптер собран. Вроде ничего не забыл. Все, что было снято, поставлено на место. Все болты затянуты, прокручены. Протянуты. Ну вот. Одна бессонная ночь. И мы на шаг ближе к цели того, что этот дрон взлетит. И в конечном итоге полетит самостоятельно. Включать, проверять, привязывать к пульту будем уже в следующий раз. Ну что сказать, елки. Паять можно. Можно делать дроны самостоятельно. Но немножко проапгрейдить снаряжение, оборудование. Хотя пока не включили, никто не знает, как я проделал эту работу. Но я все-таки оптимист. Поэтому ставим лайки. Подписываемся на канал. И ждем следующего выпуска, где я проведу запуск этого дрона. Привязку к пульту. Уже приемника ЕЛРС. И первое включение винтов. Можно ли это делать дома? Я думаю можно. До новых встреч. Пока.